Здравствуйте, дорогие друзья. Почти вся книга Шмот это книга, рассказывающая о Маше, о Маше Робейну. И еще это книга, которая рассказывает нам, как ни странно, о том, что человек приходит в этот мир несколько раз. Вообще реинкарнация и возвращение человека в этот мир, это одна из основ иудаизма, которые все очень мало знают, считают это какой-то детской сказкой или еще чем-то. На самом деле без реинкарнации абсолютно не существует справедливости, не существует возможности изменения ситуации. И что самое главное, нет справедливости, не может такого быть. Поэтому мы не просто знаем, что она есть, есть книги, которые просто описывают, кто, кем, когда и как родился. Единственное, что в чем здесь путаница, бывают кусочки души, искры, то, что называется души, не обязательно там человек подселяется к другому или там реинкарнация происходит полная. Это очень сложно, но давайте попробуем сегодня именно об этом, о вот этой мистике немножко поговорить, очень на простом языке. Например, рассмотрим, как пишут в наших книгах, перевоплощением чьей души был Маше Робейну. Наши мудрецы говорят, что душа Ноя вот этого, а до этого душа Авеля, того которого, второго сына Адама Ихаве, которого убил старший брат Кавель, это и есть душа Маше. Интересно, что душа Каина тоже перевоплотилась, написано в том же поколении, что и Маше. И об этом рассказывают нам и известный мудрец Горовец, и более глубоко Аризаль. Аризаль вообще говорит, что есть три уровня души. То же самое говорил такой мудрец Шило. И каждый уровень души Каина, например, перевоплотился в отдельного человека. Нефош, часть души, в египтянина, который избивал евреев и которого убил Маше. Руах Короха, который поднял восстание против Маше, был поклощен землей. В главе Короха что написано? Я раскрылась земля, уста свои поглотила Корохом. Есть еще одно место в Торе, в котором в соответствии с принципом Аризаля встречается выражение уста земли. Где это? Первая глава Брешит после убийства Авеля говорит творец Каину, что теперь проклята земля, которая открыла свои уста, чтобы принять кровь брата твоего. А третий уровень души Каина, Нишама, передался кому? Ну и Тро, и Тро, тестью Маше, тот всю жизнь искал правду и наконец пришел к пониманию единого творца, к примирению к Маше. Но и дальше еще можно назвать. Цепора, жена Маше, в прошлой жизни была сестрой Авеля и Каина. В одной из причин ссоры между ними был вопрос, кто на ней женится. И в этой жизни Тро отдает Цепору Маше, то есть Каин возвращает Авелю сестру. В этом мире все абсолютно связано. Ничего не бывает случайного и ничего не бывает, вот как сделал и ничего. Обязательно будет результат. То есть еще раз повторю. Итак, примером по свидетельству Кабалы стала душа Авеля, сына первого человека. Адама через 2000 лет вновь воплощается в Маше, которому предстояло вывезти сынов Израиля из Египта и передать им Тору. Еще раз, через 1000 лет, на этом не заканчивается круг. Написано, искра души Маше воплощается в Шимон Барьяхая, автора книги Заар, в которой содержатся все сокровенные разделы Торы. И наконец, еще через 1500 лет, искра души Маше приходит в мир в облике Ицхак Лурия, Аризаль, который объяснил книгу Заар. Женщинами сложнее. Женщина, написано, в принципе, завершает свой круг в жизни один раз, и ей достаточно этого. Но душа женщины очень часто тоже возвращается в этот мир вместе с душой ее мужа, чтобы в новом воплощении снова стали супругами. Хотя сама по себе она в перевоплощении не нуждается. Намек на этом написан в Торе. Если он женат, выйдет и его жена вместе с ним в книге Шмот. То есть ее душа выйдет из мира истины, и вновь сойдет в земной мир вместе с его душой. Аризаль говорит, что душа жены вновь приходит в этот мир с душой мужа для его блага. Ей это уже не нужно. И это объясняет нам вообще на более глубоком уровне, что души мужа и жены не столько связаны между собой, сколько являются вообще единым духовным существом. Вообще, дальше, когда будет глазами Шпатим, написаны вот законы, которые объяснишь. И книга Заар говорит, что это вообще только о перевоплощении душ. Например, если человек нанес кому-то ущерб, не возместил, душа вернутся в этот мир, встретиться, еще раз такое же бывает. Бывает, что написано, что в тот день, когда человек уходит из этого мира, он получает новое перевоплощение. А бывает, через тысячу лет. Душа не может войти в этот мир, только написано, пока прежнее тело не погребено, так не дают другого тела, прежде чем первое похоронят. И порой написано в Кабале, что еще родственники возвращаются с похорон, а душа умер, что уже начинает свой новый цикл жизни, возможно, прямо в той же стране, в городе, в той же семье, неизвестно где. В некоторых случаях перевоплощение через тысячи лет, как угодно. Написано, что Хаммиталь писал, что те, кто злословят много в жизни, превращаются в камень. Те, кто кормят людей некошерным мясом, воплощаются в листочки на деревья. И наказанием будет, что ветер треплет этот листик. Некоторые написано, что воплощаются в воду, как тот, кто проливает кровь. И мы все знаем, мудрецы расписали нам все. Хаммиталь написал, ему известны были тайны перевоплощения и новые, старые, от начала мира до времен Машиха. Он знал, кто воплощен в человека, кто в скота, кто в зверя, кто в воду, кто в рыбу. Написано, кто в камень, и написано самое страшное воплощение, это в камень, ибо трудно из него выйти. Хаммиталь пишет, что иногда человек, исполнив, как подобает какую-то заповедь, может, достоится даже, что душа великого праведника подселяется, как искра души подселяется. То есть ничего в мире не проходит бесследно. И об этом нам рассказывает книга Шмот. Ни хорошее, ни плохое. И поэтому нельзя вот так вот просто мимо проходить всего на свете. Надо думать, двигаться.